ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Максим, задержись на минуту. Это ведь последний урок у тебя. Да, Мария Петровна. А что, у нас новое расследование? Да, начальнику сказочной полиции Добрыня нужна помощь. В сказке «Гуси-лебеди» чрезвычайное происшествие. А что случилось? Связь со сказочным миром сегодня неважная. Кроме названия сказки, ничего не было слышно. Давай сейчас же отправимся на место. Там все узнаем. Я готов. Перемещаемся. О, детективы, мое почтение. Хорошо, что прибыли. Привет, Добрыня. Что у вас случилось? Рассказывай. Машенька пропала. У переправы через молочную реку. А следы? Нашли следы Машеньки из сказки, как положено. Но больше никаких. Вы хорошо смотрели? Конечно, Мария Петровна. Все вокруг проверили. Нет следов. А тут еще. Гуси-лебеди пропали. Как они умудрились? Обычно из-за них кто-то пропадает. Надо с Бабой Якой пообщаться. В конце концов, гуси-лебеди из ее птичника. Да я хотел с ней поговорить, Мария Петровна. Отказывается. Вот если детективы Хрума с ней поговорят, другое дело. Кстати, она сама сообщила о пропаже гусиков. Расстроилась. Это понятно. Добрыня, а ты знаешь, где пропавших гусей видели в последний раз? Нет. Вот и хотел у Бабы Яги спросить. Наверное, нужно осмотреть двор вокруг избушки на курьих ножках. Да, там есть домик для птиц, чтобы укрывались в непогоду. Ну, птичник этот. Если их украли оттуда, преступник мог оставить следы. Думаю, сначала следы надо поискать возле молочной реки. Вообще-то да. Баба Яга говорила, что птицы летели через реку, когда пропали. Выходит, Яга все видела? Нет, Мария Петровна. Просто у нее блюдечко такое есть. Посмотришь в него, и видно, что в хозяйстве делается. Ну, и вообще во всех сказках. По блюдечку она за ним наблюдала. Так вот, Яга видела, как гуси-лебеди долетели до реки, и все. Пропали. На этом берегу были, а на другом не появились. А не могло их, ну, ветром сдуть? Над водой ведь бывает ведрено. Похоже, птицы исчезли из этой сказки. Иначе блюдечко показало бы их местоположение. А что, если Баба Яга сама их куда-то спрятала? Для чего? Ну, не знаю. Мало ли, какое коварство может прийти в ее сказочную голову. Добрыня, не забывай, мы не можем никого обвинять просто потому, что он нам не нравится. Индубео прорео. Да-да, согласен. Что? Все сомнения в пользу обвиняемого. Мы всех считаем невиновными, пока не доказано обратное. Это, Максимка, латынь. Древний язык. Тебе, как сыщику, неплохо бы его изучить. А вот и молочная река. Ай, кисельные берега. Загляденье объеденье. Только гуси-то пропали. Значит, на земле следы искать бесполезно. Правильно. Следы надо искать над землей. Ну, я пока летать не научился. Зато я научился лазать по деревьям. Осторожней, Макс. Я всегда осторожен. Ой. Макс, держись. Сейчас помогу. Не надо, я уже залез. Ну, что там можно увидеть? Нет, нужен план получше. Может, дети что-то знают? Может, они хотели отомстить гусикам за похищение? Или родители Машеньки? Вот у них точно был мотив. Ты прав, Добрыня. Надо с ними поговорить. Но сначала осмотрим место преступления. Марья Петровна, а чего мы с вами будем вдвоем под деревом стоять? Я могу в другом месте пригодиться. Хорошо, иди. Только будь внимателен на мосту. С речкой, похоже, что-то не то происходит. Да ничего. Разберемся. Макс, как ты там? Нашел что-нибудь? Да, Марья Петровна, здесь перо. Скорее всего, гусей и лебедей. И еще что-то. Что? Трудно объяснить. Вы должны посмотреть. Сейчас сфотографирую. А вот и я. А вот перо. Лежало на ветке. Да, похоже, это перо одной из птичек, которых мы ищем. Что еще ты хотел показать? Вот, смотрите. Вид на речку сверху. Другого берега совершенно не видно. Да, как будто туманом все закрыто. Странно. Если с этого берега смотреть, противоположный берег виден очень хорошо. Да. Послушай, Максим, как далеко ты можешь кинуть камень? Точно не знаю. Через забор перекидывал. Вот что. Попробуй кинуть камень на тот берег реки. Зачем? Так надо. Сейчас. Вот этот должен хорошо лететь. И раз. Ой, а куда он делся? Хороший вопрос, но ответа пока нет. А блинчики умеешь делать? Естественно. Только камень плоский нужен. На, держи. Этот должен подойти. Сейчас я его... Хм, еще интереснее. Что? Камень исчез ровно на середине реки. Но не утонул. Он... Он исчез. Как это? Подумаем. Если его нет здесь, значит, он есть где-то в другом месте. Надо сказать Добрыне, что... О, нет. Что, Мария Петровна? Добрыня пошел на ту сторону. Он хотел поговорить с Машенькой Иваней из сказки гуси-лебеди и их родителями. На ту сторону, то есть... Минуту. Вы Добрыне звоните? Да, но он не берет трубку. Ой, Мария Петровна, вы думаете, он пропал? Как камень? Исчез совсем? И что же теперь делать? Прежде всего успокоиться. Если его нет в этой сказке, значит, он в другом месте. Идем, осмотрим мост. Это опасно? Опасно, конечно. Но необходимо. Понял. Хорошо. Мария Петровна, мне кажется, когда мы были в этой сказке в прошлый раз, мост был другим. Похоже, кто-то над ним поколдовал. Переправа через Молочную реку стала чем-то вроде портала. Пока не ясно, кто его устроил и куда он ведет. Мария Петровна, вы Бабу Ягу заметили? Да. Она уже давно наблюдает за нами. А почему не подходит? Боится? Скорее всего, просто присматривается. Здравствуйте, уважаемая Баба Яга. Ага. И вам не хворать, яхонтовые мои. Как это слово запамятовало? Расследование по гусикам моим. Продвигается помаленьку? Продвигается, бабушка. А, да уж вижу. Прохаживайтесь, свежим воздухом дышите. Ну, дышите, дышите. А добрынчик-то начальник наш и где? Чего-то не видать-то его. Да занят он сейчас, бабушка. А, ну да. Ну да, ну конечно. Ну, занят, занят. Ой, только сдается мне, что богатыря от вашего уже не вернуть. Не вернуть, изумрудные. Сгинул он, видать, вместе с птичками моими. Скажите, бабушка, что вам известно о портале на переправе через Молочную реку? Чего? Не слышу. Чего это? Портал? Не слышу. Туговато. На ухо-то. Годков-то мне почитай. Ой. Годков вам, конечно, немало, бабушка. Только сейчас вы все слышали. Чего это, барышня? В чем, скажи, виновна-то я, а? Чего это я слышала-то, а? А, бабушка, вы знаете, как пропали гуси-лебеди и где они сейчас? Ой, ой, ну вот посмотрите на них, а? Да откуда же мне знать-то? Ведь вы сами их туда отправили. Так, ну все, до свиданец. До свиданец, бесценные мои, драгоценные мои. С вами хорошо, а дома лучше. Так, а где же она? Где же она там? Метелка моя. Вот она, вот. Ко мне, ко мне. Коль найдете птичек моих, вот благодарю, вот благодарю. Мало не покажется. Прощавайте, рубиновые. Бабушка, яга, простите, не знаю вашего отчества. Эх, улетела. Мария Петровна, почему вы ее отпустили? Потому что она знает немногим больше нас. Но ведь это она загнала Добрыню в ловушку. Из-за нее все мы могли оказаться неизвестно где. В свое время Баба-Яга будет наказана. Только портал делала не она. Откуда вы знаете? Сам подумай, Макс. Баба-Яга в быту и в работе пользуется весьма примитивными устройствами. Метла, ступа, блюдечко, колдовские зелья и тому подобное. Где уж ей порталы создавать? Если бы ей потребовалось дать, к примеру, сказочное объявление, она, скорее всего, развесила бы везде мятые листочки со своими каракулями или на коре дерева его нацарапала бы. Да, с интернет-технологиями бабушка, скорее всего, не дружит. Ну и что? Вот, посмотри. Это сказочная социальная сеть «Жили-были». Послушай. Бесплатное посещение страны счастья и развлечений. Все удовольствия включены без ограничений. Мгновенное перемещение, сказочное оштушчение. Да, переход через мост над молочной рекой. Картинка заманчивая. Вот именно. Видишь, сколько здесь следов? Ого. Но ведь утром следов не было. Добрыня, видимо, прошел по мосту с другой стороны. Перешел по мосту, но не исчез. Очевидно, портал работает только в одну сторону. Интересно, кто автор рекламы? Получается, этот кто-то заманивает персонажей разных сказок, чтобы они перешли мост и... А зачем это делать, кстати? И как мы узнаем, кто он? К счастью, у нас есть очень неплохой специалист по рекламе Василиса Премудрая. Вы отправите ей рекламу и она по стилю сможет понять, кто ее сделал? Уже отправила. А мы с тобой пока проверим страну счастья и благоденствия. Какую страну? Есть такая страна в сказках. А в какой сказке? В нескольких. В сказке Пиноккио, например, есть похожая. Точно. Пиноккио там был. Только оказалось, что страна не такая уж счастливая. Французские средневековые сказки тоже иногда описывают такие прекрасные волшебные места. Сказок много. Нам лучше разделиться. Я отправляюсь в сказку Карла Колоди Пиноккио. Можно? Только осторожно. Будут вопросы? Звони. Хорошо. Так, в сказку-то я переместился. А где искать страну развлечений, в которой отдыхал Пиноккио? В этой стране живут дети, которые не хотят учиться. Они предпочитают развлекаться и отдыхать. Эх, неплохо бы немного там побыть. Только задерживаться не стоит. Ведь через пять месяцев жизни в стране развлечений у Пиноккио выросли ослиные уши. Странно. В этой сказке раньше было шумно, как в центре итальянского города. А сейчас пусто. Сообщение. От кого интересно? Абонент Добрыня снова в сети. Надо ему позвонить. Алло. Добрыня, привет. Привет, Макс. Ты вернулся? А мы звоним тебе, звоним. А ты все время недоступен. Марья Петровна сказала, он где-то есть. Ты где был-то? Ну, вообще-то я еще там. Понимаешь, у меня просто телефон выключен был. А тут я вспомнил про него и включил. Ох, Максимка, я тебе такое расскажу. Вообще-то я уже много всего в сказках видел. Нет, и послушай. Пришел я в ту желанную сторонушку, да и рот разинул. Вижу, у дерева на ветке, на тонкой шелковинке, висит дом каменный, да каменный собор. Думаю, вот так диковинка. Как это на шелковинке висит? Погоди, а мимо меня бежит человек, да так шибко, что за ним и рысаку не угнаться. Только хотел было я подивиться. Вижу, человек отточил меч и пробует. Мост одним махом перерубает. Мост? Это тот, по которому ты пришел? А вот осел бежит. Нос у него серебряный, а сам он гонится по горячему следу за двумя зайцами разом. Добежал до липы развесистой, видит, что на ней горячие оладьи растут. И давай их уплетать. Хотел я за них приняться. Да вижу, мимо меня тощая да старая коза идет. Сто пудов сало под шкурой несет, да пудов шестьдесят соли в придачу. Да и это не все. Еще вот что послушай. Иду, вижу, мед ручьем из долины в гору бежит. Садись да и кушай. Да. Погоди, Добрыня. Мед ручьем течет. Это же вроде молочной реки, только медовая. Ну да. Что это за страна такая? Сторонушка мудреная. Там видел я, как две вороны лужайку косили, а два комара мост рубили, а два голубя волка клевали, а два ребеночка козу вверх вместо мячика бросали, а две лягушки рожь молотили. Видел я там, как две мышки на колокольне звонили, а две кошки в лукошке медвежью берлогу варили. Много я еще там чудного видел. И зверей, и птиц, и чудищ всяких. Каких таких чудищ, Добрыня? А таких, что мало не покажется. У одного шесть голов, у другого девять, а у третьего аж двенадцать. Жуть какая! Вот и я о том. И ты все еще там? Ну да. Мост-то сломан. Да тут очень даже неплохо, если подумать. Мне нравится. Я, кстати, уже со многими местными жителями поговорил. С какими? Да тут ребята из гусей-лебедей. И сами птички. И Пиноккио. И Питер Пен. Еще Элли. Герои из Нарнии. И Алиса. Да мало ли. А как они все там оказались? Очень просто. Увидели рекламу и пришли. Ой, все, Максимка. Мне пора. Тут шоу скоро начинается. Слушай, вы с Марьей Петровной тоже сюда приходите? Тут весело. Да, ничего себе весело. Интересно было бы в этой стране сказочной побывать. Тем более, что здесь все равно никого не осталось. Ой, Мария Петровна звонит. Алло. Макс, ты говорил с Добрыней? Говорил. А как вы догадались? Интуиция. И где он? В какой-то странной стране. Там все какое-то неправильное. Что это значит? Ну, он сказал, что там мед в гору течет ручьем. Так, понятно. А еще там осел с серебряным носом за двумя зайцами бежал. Аладдин Алипи растут. Там много чего. Макс, это сказка братьев Гримм о небывалой стране. Ой, а я не читал. Знаете, там еще куча персонажей из других сказок. Да, я уже в трех сказках была, нигде никого. вероятно, кто-то сманивает сказочных персонажей в сказку о небывалой стране. Вопрос для чего? Больше Добрыня ничего тебе не говорил? Да он много всего наговорил. Про улитку, про льва, про мышек. А еще? Еще про чудищ каких-то с кучей голов. А вот это что-то новенькое. Из какой сказки они прибыли? Он не сказал. Сколько голов у них было, запомнил? Шесть, девять и двенадцать. Такие чудища могли появиться из нескольких сказок. Все нужно проверять. А еще Добрыня сказал, что у них там намечается что-то интересное. Правда, не сказал что. Звал нас с вами. Не нравится мне это. Почему? Может, это праздник какой-нибудь? Смотря для кого. Перемещайся к мосту через молочную реку. Только на ту сторону не переходи. Это может быть опасно. А я пока свяжусь с Василисой. Узнаю, что там у нее. До встречи. Перемещаюсь в сказку гуси-лебеди. Эх, угораздило же меня не на ту сторону реки переместиться. Прямо в пустую деревеньку попал. Наверное, все ушли отсюда в небывалую страну. Вот и речка молочная. Мария Петровна говорила, что портал работает только в одну сторону. Значит, я могу перейти мост. Ничего страшного. Главное, не возвращаться по нему, когда пойду в обратную сторону. Вот, перешел. Жирковато. Присяду вот здесь, на травке. бабочка летит. Ой, бабочка летит. Красивая какая. Стой, бабочка. Только не лети на ту сторону. Погоди. Погоди. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты чего кричишь? Помогите. Макс, ты здоров? Ой, где это я? Что происходит? Ну, в общем, я пытался тебе это описать по телефону, но... Я побежал за бабочкой и... Перешел мост, я понял. Теперь ты тоже тут застрял. Да, видишь ли, это очень непростая штука. Если ты опять перейдешь мост, то попадешь на другую сторону Медового ручья. Но в сказку гуси-лебеди не вернешься. Да, я знаю. Портал работает в одну сторону. Ага. Можно перейти сюда, а отсюда не получится. Но ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Да к тому же зачем пропускать развлечения? Ах да, развлечения. А ты узнал, что за шоу готовиться? Вроде какое-то соревнование или состязание. Должно быть интересно. Участвовать могут все. Я уже записался. Как это? Но ты же сам не знаешь, куда записался. Ну и что? Чудак ты, Максимка. Так даже интереснее. О, слышишь? Кажется, начинается. Пойдем. Да, Брыня, мне надо Мэри Петровне сказать, что я тут. Ой, она сама уже звонит. Ладно, ты поговори, а я пойду. Места пока займу. Хорошо. Да, Мэри Петровна? Максим, ты перешел мост? Я хотел бабочку рассмотреть. Теперь это не важно. Мэри Петровна, тут начинается какое-то соревнование или что-то такое. Мы пока не знаем. Добрыня будет участвовать. Будьте осторожны. Три змеи, о которых говорил Добрыня, появились из сказки «Калинов мост». Сомневаюсь, чтобы они заманивали всех небывалую страну с добрыми намерениями. Скоро буду. Хорошо, Мэри Петровна. Ой, начинается. Макс! Эй, Макс! Добрыня, я уже иду. Скорей сюда, я тебе место занял. Спасибо. Ой, это оно? Чудо-юдо? Ага, это еще самый маленький из них. Мария Петровна сказала, они прибыли из сказки «Калинов мост». Надо с ними быть осторожнее. Мы начинаем. Наша уникальная, наша умопомрачительная. Ха-ха. Добро пожаловать на дракон-шоу. Ага. Добро пожаловать на наше шоу. Спасибо, спасибо. Начнем соревнования. Мы тут с братишками поспорили, кто из нас сильнее, умнее, да быстрее окажется. Кто одолеет больше сказочных молодцов? А вот сейчас узнаем. Ну, кто смелый, выходи, не боись. Ха-ха-ха. Я не понял. Он хочет, чтобы мы с ним сражались? Да, с ним и с его братьями. Прямо бои гладиаторов какие-то. Думаешь? Вообще-то похоже на то, что в книжках пишут. Были такие войны в Древнем Риме. Они сражались друг с другом, а зрители смотрели на это. Да. Но тут кругом не войны, а герои сказок. Львы, орлы, гномы, короли, принцы, принцессы. Ну, кто первый? Не бойся, выходи. Вам всем это предстоит. Пути назад у вас нет, дорогие мои. Эх, не родился, видно, среди вас богатырь. А ежели и родился, то на бой не сгодился. Ну, нет для меня на всем свете противника. То есть всем этим сказочным персонажам предстоит сражаться с ужасными змеями? Хорошенькое развлечение они придумали. А-ха-ха, что я слышу? Ты хочешь сразиться, мой мальчик? Прошу, в восторгу публики! Сиди, Макс, я выйду. Я сражусь с ними. Нет, Добрыня, один против троих. Сожрут, я с тобой. Ха-ха, как это трогательно, а не друзья. Что ж, выходите вдвоем. Только я уж позову братишку. Братишечка, выходи. Ух ты. Ого, мамочки, сколько же у него голов. Приветик. Ну что же вы встали? Берите мечи. С безоружными сражаться смех один. Я Добрыня, начальник сказочной полиции. Сдавайтесь по добру, по здорову. А я Макс, из детективного агентства Крум. Ха-ха-ха, ха-ха. Ой, 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 не могу. Ха, ха, ха. Ой, сейчас лопну от смеха. Эх, была не была. Нам со змеями сражаться не привыкать. Ну, держитесь, голубчики. Ну уж нет. Так просто нас не возьмешь. Ух, зверюбик. Ах ты, чудище поганое. Не поймавши белой лебедя, кушаешь. Не сразившись с добрым молодцем, победой похваляешься, а? Стоп, стоп. Представление окончено. Ой, Мария Петровна. Сдавайтесь, змеи. Вы окружены. Максимка, помощь подоспела. Да тут все наши ребята из отделения сказочной полиции. Да, и богатыри сказочные, и видите. Ну, это не по-нашему. Да мы... Ой. Лучше я в свою сказку вернусь. Ну, что-то это нечестно. Ах, нечестно. А заманивать сказочных персонажей в другую сказку, да еще заставлять драться для развлечения. Честно, по-вашему? Братцы. Чего-то многовато их. Так, все, 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 сдаемся, братишки. Нет, это не шутки. Отлично. Змеи шестиголовый, девятиголовый и ты двенадцатиголовый. Вы арестованы за похищение героев сказок, за нападение и разбой. Их нужно запереть и очень хорошо охранять, особенно старшего. Естественно. Запрем, чтобы другим не повадно было. Значит, дело можно считать закрытым. А что же будет с теми, кто здесь запер? Я уже расколдовала портал. Теперь все персонажи могут вернуться в свои сказки о гусе-лебеде к бабе-яге. Вы появились вовремя. Спасибо вам, Марья Петровна. Не за что. До встречи, детективы. До новых расследований. На этот раз преступник получил то, что хотел. Получил по заслугам, вы хотели сказать? Разве это то, чего он хотел? Конечно. Подраться? Ему нужно было обратить на себя внимание. Ну да. И они ведь конкурс устроили. Не конкурс, а настоящее побоище. Змеи хотели показать свою силу, напугать других героев сказок. Но в первую очередь хотели напомнить о себе. А почему змеи выбрали сказку, братья в грим? Могли бы к себе заманивать. Проще же. Они воспользовались давней мечтой многих сказочных персонажей о легендарной стране счастья и благоденствия. Наша молочная река – отголосок этой легенды. Но это же ловушка. Конечно, ловушка. Хорошо, что никто не пострадал. Надеюсь, эта история заставит сказочных злодеев вести себя прилично. Хотя бы некоторое время. Хрум или сказочный детектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова